В погоне за миллиардным состоянием Гули, воры всеми путями хотят завладеть наследством Салифова. Находясь продолжительное время, чуть больше половины прожитых лет, в тюрьме, Гули подмял под себя множество прибыльных сфер, не обременяясь муками совести. Теперь все его наследство стоит под вопросом, потому что детей у него вроде как не было, но даже при таком раскладе, кто угодно из его окружения, вряд ли бы позволил кому-то приблизиться к столь желанным миллионам. Но вот игра началась, по-другому соревнование за состояние Гули и не назовешь. Хотел одно, а получил другое. Сторонники почившего деда Хасана временами еще пытаются подняться наверх, но их время безвозвратно ушло. Однако, когда возник вопрос дележа имущества Лоту Гули, мобилизовались все. Целая когорта воров в законе, которая хочет получить миллиарды Лоту Гули, вот чем обернулась эта история. Причем, чтобы добиться своего, они действуют всевозможными путями. В качестве преграды. Когда не стало деда Хасана, его наследником оказался Мирон, который вскоре растерял всю власть, и сейчас особо не показывается, потому что никто не хочет ему подчиняться. Намик Салифов, брат Гули, получил все наследство брата, только вот окружение ушедшего вора вовсе не хочет мириться с таким положением. Например, его правая рука, Ахмед Шалинский, один из тех, кто рассчитывает на долю этого пирога. Причем, он не единственный, а в то друг Тимури Свердловского, племянника деда Хасана, который тоже оказался жертвой собственных махинаций, уже как шесть лет ушел за своим дядей, также представляется на многих ресурсах сети, как возможный претендент на имущество Гули. Станут ли воры обращать внимание на Намика, который не имеет существенного влияния в криминальном мире, несмотря на то, что является коронованным вором? Тяжело сказать. С одной стороны, он немного старше Мирона, который не сумел удержать империю. А с другой, на него направлено много внимания воров, которые вряд ли станут церемониться. Опять-таки, сколько раз, рассматривая ситуации, находят понимание, что люди, связывая себя с криминалом, ввязываются в такие путы, что даже самый профессиональный вязальщик в мире не сумеет их распутать. Одно решение Надира в прошлом повлекло столько последствий, что сейчас, даже после его ухода, его дела создают риски. Одно лишь обстоятельство, что его предал человек из близкого круга, доверенное лицо, говорит, насколько призрачны и фальшивы воровские истины. Новая ветвь. Пожалуй, самым неожиданным в этом дележе, стало возможное вмешательство суда. Еще в 90-х многие воры, параллельно с криминальным бизнесом, чтобы отмыть деньги, возводили настоящие компании. И вот как раз всякие акции, официальная собственность Гули, так сказать, может стать целью для судебного иска. Будут ли судиться шалинские авто, невозможно предсказать. Кто вообще числится совладельцем или возможным партнером Гули, большая тайна, скрытая завесой. Но, как оказалось, и такого можно ожидать. Правда по ту сторону. Я пишу статьи на тему воровского движения с единственной целью, чтобы люди, которые имеют хоть толику сомнения, по-настоящему задумались и увидели обратную сторону всех этих историй про жизнь по понятиям. Криминал никогда не нес положительного эффекта. И все рассказы про честную жизнь, это фикция. Ведь это нечестно лезть кому-то в карман, отказываясь работать. Не честно плести столько интриг, обманывать, калечить другим судьбы. Уж если есть желание сделать мир лучше, жить по-честному и приносить пользу, то стоит обратиться в волонтерство и помогать людям, которые действительно в этом нуждаются. Вхождение в воровской мир можно назвать самопожертвованием только в том контексте, что молодые люди пачкают руки, разрушают собственное будущее ради иллюзорных историй людей, которые на их воображении строят миллиардные империи. Кому Гуля оставил власть? Есть ли шансы у племянника Деда Хасана встать во главе мафиозного клана? После себя Лоту Гуля оставил немало спорных вопросов. Во-первых, какой будет судьба всех воров, которые нашли в его лице защиту от противников? Во-вторых, обстоятельства его ликвидации до конца не выяснены, хотя определенная картина вырисовывается. И в-третьих, кому предстоит занять место криминального авторитета, который ставил палки в колеса шакро молодому? Со всего света. В клане Гули были люди, которым пришлось искать новое пристанище, после того, как их короля свергли. Люди Деда Хасана, Ровшина Ленкаранского, собственно, принятие последних под свое крыло его и погубило, а также отвергнутые шакро молодым воры, которые лишились короны после окончания противостояния Деда Хасана и Таро. Только выйдя из тюрьмы, Лоту Гули сразу принялся окружать себя защитниками, так как никто, кроме него, не стал восстанавливать их в статусе. Таким образом, он, скорее всего, думал, что никому из них в голову не придет предательство. В последнее время новости пестрили заголовками о том, что банды мошенников Лоту Гули были арестованы правоохранительными органами. Они дебоширили и в России, и в Украине, пока их лидер был на свободе. Последние годы, после выхода из тюрьмы, Лоту постоянно угрожал очередной тюремный срок. После 27 лет из 50 прожитых, проведенных в тюрьме, он всеми силами старался избежать очередного заключения. Это требовало от вора в законе покинуть его родину, где он считался самым главным преступником, и кочевать по миру, преимущественно оседая ТО в Дубае, то в городах Турции. Привязанность к Лоту Гули может сыграть плохую шутку для всех его приспешников. Когда начнется перед сфер влияния, вряд ли кто-то на них обратит внимание. Точка поставлена. Прошла только недели, с тех пор, как не стала Надира Салифова. Наиболее достоверной является теория, упирающаяся в месть братьев Ровшина-Ленкаранского. Все спланировано именно так, целая череда улик указывает на подобный расклад. Дата 19 августа, через 4 года и один день, после того, как Салифов избавился от врага. Так еще есть подозрение, что хан Бакинский, предполагаемый беглец, которого успели задержать, имел тесные связи с Ровшином. Но у Салифова было множество врагов. Взять хотя бы Шакро Молодого, а также Бадрику Таиского, который не более года назад пытался создать альянс с другими сильными ворами, чтобы положить конец власти Лоту Гули. Из-за этой вражды он даже объединился с Альбертом Рыжим, из-за которого в свое время угодил в тюрьму. А также обращался за помощью к Мирабу Сухумскому, который наряду с Таро, противостоял деду Хасану, в клан Коева входил Бадри. Чтобы отобрать у Лоту Гули ветвь первенства, Бадри пытался заключить союз с его заклятыми врагами. В сети еще недавно гремели новости, касающиеся ответа Салифова на действия Бадри. Он чуть ли не клялся, что разберется с ним. Вряд ли он вообще представлял, что вскоре потеряет абсолютно все. И это только самые видные фигуры. Пусть все выглядит красноречиво, но достоверно никто не может сказать, как все произошло. О споре и ненависти братьев Ленкаранского Гули знали все, а поделывать различные доводы воры-мастера. Окончательно ставить точку пока рано. И кто знает, может все так, как написано в многочисленных новостных сводках. Кто же займет престол? В свое время Салифов забрал у Ровшина крупные территории, приносящие большой доход. Его точки размещены в различных странах. И вопрос, кто же все это заполучит, достаточно сомнительный. Нет такого человека, который смог бы подмять под себя всю империю Гули. Шакро не имеет такого влияния, как раньше, руководя из тюрьмы, он только обращает союзников во врагов. Единственное, что сейчас более или менее вырисовывается, это распределение зон влияния на нескольких людей. Например, владение Лоту в Свердловской области могут достаться племяннику деда Хасана, Гео Свердловскому. Взять под контроль всю империю Гули, которого называли долларовым миллиардером, ему вряд ли удастся. Часть зон влияния, вероятно, отойдут Ахмеду Шалинскому, правой руке Лоту Гули. Занять его позиции он вряд ли сможет, так как его репутация в криминальном мире весьма плохая, найдется немного людей, которые захотят себе такого преступного начальника. При этом, брат Гули далеко не в первой тройке, передать власть родственнику ему не удалось. Да и что его ждет, тоже непонятно. Тяжело представить, что все разрешится в ближайшее время. И вполне возможны беспорядки в будущем. Да и наведение порядков все равно ни к чему не приведет. Воры губят себя, следуя фальшивым идеалам, вместо того, чтобы пытаться построить жизнь без вреда для себя и окружающих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok